Всем привет! Меня зовут Викулов Денис. Мы на канале Недвижимость Байкала. И в этом третьем выпуске я расскажу вам про наш проект ЖК Крылаты, а именно про кровлю, про планировку в этом доме и почему этот дом одноэтажный, а не двухэтажный. Ну, начнем мы с кровли и с ее деталей. Ну вот, дошло дело уже и до стропильника. На этой неделе будем завершать кровлю. Перекрыли андутисом, начали делать обрешетку. Потом будет контр-обрешетка и металл-черепица. Видите, обрешетка укладывается очень плотно. Расстояние между ними 15 сантиметров, чтобы кровля не прогибалась. Ну вот, ребят, закончили монтаж кровли. Закончили подшивать карнизы. Смотрите, карнизы с большим выносом, 90 сантиметров выноса, чтобы та вода, которая бежит и капает с крыши, никаким образом не попадала на стены. Все карнизы подшиты металлическим сайдингом, перфорированным, для того, чтобы кровля и пространство под крышей проветривалось. Еще раз повторюсь, что кровля выполнена из металл-черепицы и гарантия на ее полимерное покрытие 15 лет. А теперь давайте пройдем в дом и я расскажу вам о деталях. Сейчас установили дверь. Эта дверь хоть и не выглядит толстая, но она очень удобная. Конструктив двери сделан таким образом, что именно двойные резинки и здесь углубление, то есть мороз туда не поступает. И здесь тоже двойная резинка, это хорошо. Внутрь, прямо вот сюда, мы монтируем греющий кабель. Очень интересный и удобный девайс. Очень реально помогает. То бишь, его можно включить в розетку и оставлять включенным даже на лето. Когда температура опускается ниже нуля, он включается и при минимальном потреблении электричества прогревает дверь. И резинки никогда не замерзают. Если все всегда работает, плотно, четко, идеально. Установили специальный прибор, который вытягивает влагу из дерева и сушит воздух. Парни смонтировали, установили окна. Окна уже стоят на местах. Сейчас, в ближайшем будущем, будем делать откосы. Откосы пластиковые, подоконники. Все еще на раз пропенится и встанет уже на свои места. Алексей приступил к монтажу откосов. Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok первый нижний венец всегда делается из лиственницы и так гараж здесь конечно тоже целиком бетонный пол можно заложить будет впоследствии плиткой и так смотрите пока данный момент все работает на одной тени температура у нас выставлено 45 градусов это температура теплоносителя как я и говорил 6 контуров самый короткий из них и самый быстрый из них идет вдоль окон соответственно он самый быстро нагревающийся и самый горячий для того чтобы окна не конденсировали здесь живут в гараже заходит в одной кабель вполне хорошая достойная электрика электрика у нас молодец все подписывает все очень грамотно ровно герметично ближайшем будущем здесь все запенится и встанут отливы такого же коричневого цвета как и дверь как и будет обналичка коричневого цвета наш потолочник сейчас отдыхает в файланде как только вернется так сразу натянет потолки так алексей сейчас заканчивает все у нас подоконники смотрите встали потолки сразу пространство изменилось вот мы добавили хорошее количество светильников здесь над рабочей зоной кухни вот такое будет количество я считаю этого вполне достаточно потому что у нас в принципе и так все очень светлое вот аккуратно вписалась обналичка в проемы дверные двери здесь тоже все более-менее приобретает законченный вид ну вот все покрасили на второй слой яркий желтый насыщенный красивый получился домик ну а уж если вы решили строить двухэтажный дом то я вам все-таки рекомендую построить полноценный второй этаж они мансарду или полу мансарду мы можем это рассмотреть на примере моих соседей полу мансарда и полноценный второй этаж начнем с того что что такое полу мансарда это когда стена поднимается на полтора метра а дальше в качестве стены идет у нас кровля и вот эту кровлю очень сложно утеплить очень сложная технология утепления то есть во первых мы должны положить 25 сантиметров утепления там используется ветрозащита пароизоляция должны использовать специальные скотчи двухсторонние ни в коем случае никакие не степлеры чтобы не рвать и не портить пароизоляцию дальше должна быть обрешетка на нее вентиляционный зазор потом контур обрешетка после этого уже непосредственно сам кровельный материал и всю эту технологию очень сложно соблюсти если через пароизоляцию тепло будет подниматься наверх наполнять утеплитель утеплитель намыкает превращается в кусок льда и перестает работать нормально как утеплитель а весной когда начнет таять то вся этого жда будет бежать внутрь вашего дома чего нельзя сказать о полноценном втором этаже здесь утепление происходит гораздо проще то есть вам надо потратить немного денег увеличить высоту потолков и утепление будет происходить гораздо проще то есть у вас пароизоляция у вас просто также 20 сантиметров утепления простая металлическая кровля или она из андулина или какого-то другого кровельного материала и там не будет застаиваться пар тепло потому что чердачное помещение будет вентилироваться а сейчас я расскажу вам почему этот проект одноэтажный ну потому что дом площадью 100 120 квадратов в два этажа будет неудобным и тесным единственная причина почему дом площадью 100 квадратов можно делать в два этажа только потому что участок небольшой либо он неправильной формы и не позволяет вам делать 100 120 квадратов в одном этаже плюс ко всему есть экономическое обоснование этого давайте рассмотрим это на примере двух домов площадью 200 квадратов для простоты расчетов один будет площадью 200 квадратов в один этаж а другой 200 квадратов в два этажа давайте начнем с варианта двухэтажный дом ну во первых вам всегда будет нужна лестница на второй этаж проем под лестницу занимает примерно 10 квадратных метров 10 квадратов метров на первом этаже и 10 квадратных метров на втором этаже то есть мы воруем 20 квадратных метров из общей площади нашего дома если мы покупаем дом у застройщика то примерная цена квадратного метра это 50 тысяч рублей за квадрат умножаем 50 тысяч рублей на 20 квадратных метров это миллион рублей которые выкинуты впустую это первое второе если вы хотите купить и поставить более-менее нормальную лестницу они начинаются от полумиллиона если она из ясеня комбинированная со стеклом или из металла а это дополнительные расходы к двухэтажному дому к тому же ваш дом стал на 20 квадратных метров полезной площади меньше вы можете не возразить а мы не будем покупать у застройщика мы строим дом самостоятельно своими силами я вам отвечу всегда есть себестоимость квадратного метра то есть это все ваши затраты мы берем и делим на площадь дома и получаем цена за квадратный метр и здесь то же самое вы заливаете дополнительный бетон и фундамент под лестницей вы строите стены там где находятся лестничные проемы и чаще всего если это двух пролетная лестница там строим монтируется окно также утепляется кровля над лестничным проемом и делается крыша это тоже дополнительные квадраты которые увеличивают себестоимость квадратного метра при строительстве поверьте мне если у вас двухэтажный дом то на втором этаже а это приватный этаж где расположены спальни обязательно должен быть санузел потому что со второго этажа вниз по лестнице бегать ночью поверьте очень некомфортно представьте себе вы просыпаетесь в три ночи вам нужно спуститься вниз вы включаете свет при этом будете всех своих родственников идете вниз делайте все свои дела поднимаетесь наверх выключаете свет ложитесь спать а спать уже не охота и помните лестница это всегда место повышенной опасности в доме я сам своими глазами не один раз видел как маленькие дети падают да и взрослые бывает ломает руки и ключицы и часто это все заканчивается вызовом скорой помощи я неспроста взял пример домов в 200 квадратов один мой знакомый построил дом 200 квадратов в два этажа а его родственник построил 200 квадратов в один этаж так вот первый сокрушается о том что он потратил деньги на 200 квадратов а живет практически на первом этаже в 100 квадратов где проходит вся его жизнь а на второй этаж он поднимается только ночью чтобы поспать а его родственник живет в 200 квадратов все на одном этаже и он говорит я когда прихожу к нему в дом я просто плечами чувствую это пространство потому что это большие коридоры это просто просторная спальни это огромная кухня это хороший холл и зал в этом большом просторном доме и он сейчас очень жалеет что он выбрал двухэтажный вариант чтобы планировка дома была максимально удобной мы расположили дверь центре дома они в углу чтобы дом было удобно разделить на зоны зоны спален и все остальные зоны если вдруг ваши вечерние гости шумят то дети в спальне не услышит этого техническую часть дома с инженеркой мы перенесли в гараж чтобы сэкономить полезную площадь в доме за счет этого спальни стали более просторными и комфортными в доме площадью 100 квадратных метров легко вписывается большой гардеробный шкаф в прихожей и он легко станет вот в этом углу четвертом выпуске я проведу вам полноценный обзор и расскажу вам про все помещения и полностью планировку в этом доме когда будет закончен и выполнен весь ремонт а пока звоните записывайтесь на просмотры подписывайтесь на канал и ставьте лайки все всем пока и 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